Я Лапкин Игнатий Тихонович, из города Барново, Латайский край. Мне 81-й год. Православный проповедник. Мы пришли сказать людям о великой радостной вести, что Иисус Христос сходил на землю, воплотился от Девы Марии и взял грехи мира на себя и умер за всех нас. И ждет с покаянием, чтобы мы начали новую жизнь и после смерти были в раю, а не в аду. Отец, а что тут сидишь? Что? Что? А тут чего сидишь, Отец? Иисус Христос сказал, из Библии говорят, во врачей имеют нужду нездоровые, а больные. В интернете самая больная область – это рулетка. Все блудники собрались здесь, раздетые, пьяницы, наркоманы, разбратники. И Господь послал сюда, чтобы сказать, что за это ожидает вечная погибель в аду с сатаной, чтобы их направить к Господу. Для этой цели я нахожусь уже не первый месяц здесь. А вот если вы пожелаете узнать больше о душе, о вечности, о будущем, вы зайдите на наш сайт, на YouTube или по Skype. Я по Игнатию Лапкину зарядите, я вам все ресурсы сразу скину, материалы. Вот у нас в YouTube, у меня канал, на нем 17200 роликов. Тысяч! Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Отец, а ты сейчас не снимаешь, надеюсь? Обязательно даже. Снимаешь? Все снимается, абсолютно. Даже меня снимаешь? Обязательно. Потому вам самим будет приятно посмотреть на себя. Не голый, как 50%, не материтесь, как почти 100%. Нормальные вопросы. И люди увидят, с кем они рядом живут, оценили вас или нет. А как канал называется? Канал называется, запишите, канал «Во свете Библии». Свет. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии»? «Во свете, свет, свет падает». А, «Во свете»? Да, «Во свете Библии». Я понял. Вы запишите себе. Давайте, не торопитесь только уходить. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. А вот если вы через Google зайдете не в YouTube канал, а в сайт, сайт, и точно так же «Во свете Библии» сайт Игнатий Лапкин. Самый, может, большой сайт на все интернет. Там три, сейчас скажу сколько, 41 книга мои, которые мной написаны. Вы там увидите, как мы деревню православную строим. Ответ на 1600 вопросов. А если в «Мейл.ру» зайдете, «Мой мир». И тоже «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Там 22 100 фотографий наших только. Это огромные ресурсы. А, дядь, а ты как, прямую трансляцию снимаешь? Нет, нет. Я только снимаю, а потом отсылаю в администрацию, а они там закачивают. Мне тут просто трудно. И я только замки снимаю, и все. На комментарии, как правило, редко отвечаю, потому что все сказано в моих материалах. Вот. А как вы подумали, что я снимаю? Не спроста же тут. Ну, так не спроста. Я не один, но снимаю только один. Мне интересно, как вы могли подумать об этом? Были догадки. Какие, скажите, какие признаки к догадкам? Секрет. Ну, почему секрет? Я вам ни одного секрета не скрываю. Все открыто. Понимаете, чтобы было 17 тысяч роликов, это означает, мы везде снимаем. И ничего не скрываем. И не слепляем. Вот как есть, так и есть. Вот представьте, ну, чтобы вы поняли так, с кем разговариваете. Я одновременно веду занятия, вел занятия в пяти университетах. 13 школ, 5 отделов милиции, городское и краевое УВД, все воинские части, все заводы, все фабрики. Город Барнолу, Тайский край. И только вокруг, а мы деревню строим где? Только вокруг деревни сколько? Мы раздали, посетили 30 тысяч домов. 30 тысяч Евангелий подарили. И когда у меня вышло 38 домов, в это время я библиотекам сообщил. Они говорят, у нас рубля нет. У библиотеки, на них не отпускают ничего денег-то. Я помолился, а мы же молимся все время, 7 раз в день по 100 поклонов. Я тогда помолился, Господи, как это сделать? И мне Бог положил на сердце книги выше, ну, они маленьким тиражом, по тысяче экземпляров, подарить библиотеке. И мы из Барнаула проехали до Владивостока, порт Находка. И вот все города, районные центры получили, а полный комплект стоит, вот себе где-то запишите, 750 евро. Книга, каждая, 752 страницы. Это не брошюрки. 750... А в Подмосковье не были? А? В Подмосковье не были? Слушайте дальше. В каждой книге 64 страницы, страницы светлых фотографий. Ну, вопросы, которые мне задавали в университетах, школах, тем более я регулярно много лет вел три радиопрограммы по радио. Одна, так называемая, онлайн. Воскресная, живым эфиром, по часовой. И вот теперь мы забрасываем пять тонн почти литературы и границы, получаем паспорта, и опять едем. Едем до Лиссабона, Португалия, от Тихого до Атлантического. Все государства Европы, Турция, Скандинавия, Прибалтика и ушли на север. Посетили 650 городов районных центров. И подарки сделали на 35 миллионов рублей. А у меня пенсия за 35 лет трудового стажа сегодня, на сегодня 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Мне нигде не давали работать. Только во внебедомственной охране района, где жил. Но свободные дни от дежурства я 40 лет печь печи делал. Люди, кому сделать? А до армии, когда я еще Евангелие в руках не держал, а верующий был, до армии работал прорабом в органах МВД. А после армии мне впервые в руки дали Евангелие. Я встретил в Латвии. И моя жизнь, ну полчаса я на коленях был, вся изменилась. Я почет, учусь в летном училище, добиваюсь разрешения, сдать три курса за год по выбору комиссии на английском, немецком или французском. Мне Бог давал знания большие. И вдруг я уверовал, я все это связал, и начались что, пять тюрем позади, за слово Божие, лагерь. Меня вымораживали, выкручивали, не свинли ни с места. А теперь на любой конгресс, конференции везде приглашают выступить. Вот, и все это вы на сайте найдете, в книгах, там я отвечаю на 4124 вопроса. И вопросы не просто, я там грамот, я отвечаю, что об этом говорит Библия. 77 книг. Что говорят святые отцы, это 300 томов я должен знать. Что говорят каноны церкви, 719 канонов, правил, параграфов. И что говорят жития святых, 1173 биографии. И что говорит мировая поэзия за 300 лет. Это, например, 500 поэтов стихотворения прочитать студентами. Понятно, что тут люди со всех сторон идут, и это Бог делает. И это все делает бесплатно. 18 лет сотрудничаю с тюрьмой, иду по камерам бесплатно, внесем бумагу, Евангелие. Я начальник детского лагеря сам его образовал. 45 лет и 3 в ином формате. 48. Не рубля от государства. Тысячи детей подняли. Поэтому не роптать надо, не крещать, а начинать делать. Я не теоретик, я практик. Просто работаю, и все доставать надо. Ни один ребенок не заболел. Больные стали здоровыми. Ребенок наркоман, за один месяц от него ничего не остается. Про нас услышали в Великобритании. Прилетает директор Кэстонского института из Лондона, Ксения Дэннон. Увидеть, как так это? Нигде такого нету. Наркоман это пропащая. Как? Я говорю, молитва. У меня брат родной священник. Все освещается. Встаем дети, в лагере встают у меня в 5 утра. Помолились, рано искупаться. Ягоды собираем, на лошадях ездят, лодки. А ребенку-то еще надо-то. Он самостоятельный. Но к девочке пальцем нельзя прикоснуться. Беречь надо, чтобы они были девственницы, на чем Русь стояла. И у нас лозунг в лагере «Россия должна встать». И второй «Россия – это мы» и дети. «Россия – это мы». «Россия – это мы». Понятно? И они все знают, дети. Кто губернатор, кто премьер-министр, президент, кто телефон изобрел, кто интернет. Приезжает комиссия, они не знают. Их учить надо и любить. И вот интересно, психиатр приезжает, профессор, живет, а потом дает отчет и написала «Движущая сила лагеря- с большой буквы «Любовь». А я их крапивой наказываю, когда они матерятся. Я их наказываю. У меня эти приезжают, когда директора летних лагерей, да если я так буду, меня посадят. Я говорю, а вот вы добейтесь такой свободы. Чтобы они увидели плоды твои, по-другому нельзя. Мне родители расписку дают, согласен, чтобы наказать. Ну сделайте нам другим сына. Уходя на работу, мы его приковываем, говорю, там, наручниками. Он все из дома вытащил. А теперь он другой. Родители не знают, какое место меня посадить. Песни в интернете заказывают, чтобы мне песни спели. Это Бог делает, милый мой. Человеку нельзя вынести. У меня на сон уходило два с половиной часа всегда. Вот вы зайдете на наш, если сайт, не YouTube, а сайт, через Google, там 50 книг насчитаны моим голосом, аудио, среди Библии и других, архипелаг ГУЛАГ, интервью с репрессированными. Вам море информации. Вы забудете про весь интернет, только сидеть у нас будете. А вот если хотите, чтобы я вам это все скинул, вы в скайпе зайдите, в скайп. Игнатий Лапкин, я один на весь интернет с этой фамилией и именем. И я вам все скину даром. Вот я утром захожу сюда сегодня, я помолился, Господи, пошли с человека, не пьяного, чтобы он не хлюпал водой, не пил, чтобы не голый был. И вот вы навстречу ко мне вышли. Понятно? У меня все время общение, ну, понимаете, начальник детского лагеря, 48 лет, считай. Я знаю. Дальше, преподаю в университете, я знаю этих. Работаю в тюрьме, знаю заключенных. Выступаю по радио, другие, я знаю взрослым населением всех слоев. То есть, мне достаточно глянуть на человека, чтобы понять, кто он. Вот такая наша связанная с вами встреча. Как вас зовут-то? Ладно, отец. Как зовут-то как вас? Михаил. Михаил? Вы должны знать, это имя еврейское, оно переводится так, Бог, Бог моя крепость. Три слова. Мих, а, ил. Ил это Бог по-еврейски. Бог моя крепость. То есть, ты живи для Бога, радуйся, благодари. Не изменяй жене, не злись, не ревнуй. Живи свободно. Такая короткая жизнь, надо интересно, красиво прожить, даже в бедности. Правители не материть, а молиться за них. А то, что я буду сейчас скрипеть, да показывать, я лучше не стану, и они лучше не будут. А когда я молюсь, у меня на душе легко, я выполняю Божие поручения. И он чувствует. Мои книги, видели, у Путина Владимира Владимировича стоят на полке. Это уже что-то значит. В библиотеке Ленина, в парламентской, в исторической, только в Москве, в трех пунктах. Да.